Ему добровольская не хочет называться женой. Я не хочу. Жена это какой-то вот предаток мужу. Но тебе важно быть выше мужчиной. Мне важно быть хотя бы в паритете. Начало любви это всегда радость. В вашем случае действительно было наоборот. Вы пытались как-то освободиться от этой влюбленности? Восемь далась. Ничего не получилось. А кто все-таки сделал предложение? Я. Просто мне было необходимо с ним видеться каждый день, как наркотик. Отходятся люди часто? Отходятся редко. Что я умею, так это откликать. Концами. Вот учусь этого не делать. Я очень довольна своей жизнью. Мне кажется, что вот быть замужем, как я была замужем, это большое счастье. Жены. Истории любви. Сегодня в 13.10 на канале ТВ-Центр. Ну вот сегодня у меня был трудный разговор, потому что со своими близкими людьми разговаривать труднее, чем с теми, кого почти не знаешь. Я разговариваю со своим другом, фотохудожником, а теперь еще главным редактором журнала, дочерью моего любимого поэта Роберта Ивановича Рождественского, мамой троих сыновей и мудрой почти сорокалетним стажем женой Екатериной Рождественской. Вот так я тебе пышно представила. Ужас один. Почему? Очень тяжеловесно. Почему ты не хотела идти в эту программу? Почему ты говорила мне, что считаешь, что прожила неинтересную жизнь семейную без измен, без романов, без разводов. Поэтому это и неинтересно. Нет, она неинтересна тебе, или ты считаешь, что она неинтересна будет зрителям? Зрителям, потому что все плавно, гладко, без каких-то скандалов. А сейчас ведь люди привыкли к скандалам. Ты знаешь, да, ты внешне благополучную жизнь прожила, потому что знаю, какое количество испытаний судьба тебе посылала, и это не пассос абсолютно. Это все остается внутри, за кадром. Но внутри из-за этого у меня язва в жизни случилась, из-за того, что это все внутри. А за кадром, зачем этим делиться с людьми? Я считаю, что каждый день это счастье. Когда начнем? Уже начала давно, не ворочь мне голову. Я хочу, чтобы тебя представил сначала твой старший сын Алексей. Какой он тебя видит? Она видит хорошо людей насквозь. То есть у нее нет такого, что она относится к человеку как-то, ну, ей все равно. Она человека либо сразу воспринимает хорошо, позитивно с ним общается, дружит, они друг другу помогают, и человек не проникается. Либо сразу говорю, что это не мой человек, и общаюсь так, и по работе, если это рабочий момент, это там, да, да, нет, нет, ну, не более того. Вот это, то, что ты себе публично никогда не позволяешь, нравится, не нравится, ты всегда приветливая и ровная. Это воспитанность? Ну, я девочка из хорошей семьи, это все понятно. Из хорошей детской, как раньше говорила. Я могу сказать маме, я могу сказать сестре, только родным. И муж говорит? С родными? Да. С большим удовольствием. Ой, какой хорошенький. Родный человек, понимаете, в чем дело. У нас с ней даже группа крови одинаковая. Ей даже кровь давал. Когда там вот разжаждался первый Леша, что-то у меня брали кровь и переливали ей. Вы знаете, для меня трагедия, когда она начала работать. То, что сидела с детьми дома, это было самое большое счастье. Ну, конечно, я готова. Потому что я был всегда, она шикарно совершенно готовит. И все, я приходил, меня дома ждала жена, которая меня приголубит, вкусно накормит и все. Вы знаете, я вам хочу сказать, бронепоезд, который спускается под гору, не остановить. Я не говорю ни о том, что она крупная, что она покрыта броней. Я просто говорю о желании, которое есть, которое не реализовано. Она гораздо сильнее всего остального. И когда у тебя это получается, и когда у тебя все идет, ты находишься в таком драйве, который перешибить ничем невозможно. Почему он сказал с горки, ты бронепоезд впускаешься, а не в горку? Понимаешь, это звучит как в ярмарке. Вроде как-то вот ты движешься к конечному этапу жизни. Ну, я так и двигаюсь к конечному. Все двигаются к конечному этапу жизни. Но у меня вот сил как в 20 лет. И я понимаю, сколько я растратила попусту сил этих. Вот эта вот молодость вся дурацкая и зрелость идиотская. А сейчас нормальные годы пошли, когда у меня достаточный опыт, когда я могу делать то, что я хочу, когда у меня что-то получается. Когда у меня есть силы на все на свете. Я бы предложил Димку стать главным редактором. Если бы он не предложил стать, я не знаю, охранником, там, в издательстве, я бы тоже, потому что это тоже интересно. Приходят люди там. Ну, то есть, любая профессия. Ты любишь, чтобы тебя называли Катя. И на ты. Все причем тебя так называют. И ты даже как-то расстраиваешься, когда кто-то называет Екатерина Робертона. А потому что я знаю, что Екатерина Робертона, это очень тяжело сказать. Поэтому я уважаю людей, которые ко мне обращаются. Нет, ну, естественно, поэтому не то, что я хочу уменьшить мой возраст, о котором все знают. Но, может быть, уменьшить дистанцию между людьми. Нет, дистанция как раз у меня всегда на расстоянии вытянутой руки. Я ближе к себе не подпускаю. Специалисты по именам, это я прочитаю, говорят, что Екатерины натуры самолюбивые. Нет. Ты не самолюбива. Нет, я тщеславная, это разные вещи. Ты тщеславная? Да. Или честолюбивая? Или самолюбивая? Чего ты ко мне пристал? Я тщеславная. Вот бабушка у меня была тщеславная, мне с детства сказали, что я тоже тщеславная. Я тебе это говорю, то, что мне сказали. Нацеленные на яркое самопроявление, ну это точно. Да. Победоносные? Не знаю. Ориентированные на страстные отношения? Нет. Вообще? Нет. Ты внешне ведь очень похожа на папу. А характер чей, насколько я понимаю, бабушки Лиды? Жоржек бабушка у меня была. Почему я вообще не понимаю? Я ее так называла в детстве. У нас была любовь совершенно такая, какая. Наверное, такой не бывает. Ты знаешь, что мне очень хочется, чтобы сейчас ты послушала Иосиф Давыдович Корзона. Это друг твоих родителей, для тех, кто не знает. Нет, шайфер, шайфер. Послушай. У Роба была теща Лидия Яковлевна, очаровательная женщина, потрясающая женщина, которая, безусловно, оказывала влияние на всю семью в целом. Мне было море обаяния. Однажды моя теща Полина и Алла и, значит, Лидия Яковлевна в Сочи на отдыхе гастролировал Краснодарский театр. И я не буду назвать фамилию герой этого театра. Так все с ним кокетничали. И моя теща, и Алла, и Лидия Яковлевна. И как вы думаете, кого он пошел провожать после посиделок? Все так расстроились. И теща, и Алла. Лидия Яковлевна пошел провожать. Она ему терла нос молодым. Но если ты говоришь, что ты похожа на бабушек, скажи, пожалуйста, из-за интереса, я понимаю, что там не было влюбленности, ты могла бы увлечь мужчину и заставить его на глазах у соперников пойти провожать тебя? Нет, ну как-то это не принято. Понимаешь, мы поженились в 19 лет, и Димка правильно говорит, что вот это вот одна группа крови. Это мне даже неинтересно, потому что, имея такой тыл, мне ничего не хочется пробовать, как это на стороне все происходит. Мне это не нужно просто. Поэтому я вообще не понимаю вот эти перескакивания от мужа к мужу, от любовника к любовнику. Это стремно, стыдно, скучно и неправильно. Ну не люблю я вот эти все вообще даже разговоры. Значит, вместо «не люблю» можно сказать, что я всю жизнь люблю. Ну да, наверное, потому что мне этого достаточно, и все остальное меня совершенно не заботит. Кстати, фотография – это мое состояние в детстве. Под столом? Под столом. Одна? Да, мне вот необходимо было какое-то укрытие, когда приходили люди. Я чувствовала себя не в своей тарелке всегда, я очень не любила их, гостей. Мне казалось, что они отбирают у меня те недолгие часы, которые я должна проводить с родителями, потому что они ездили постоянно. Я только потом стала получать удовольствие от того, что поет Магомаев или поет Кобзон, или играет на рояле Фраткин и Бабаджанян. Но когда я была совсем маленькой, меня это раздражало. Как ты выражала свои недолгие? Всего говны, говорила я. Вернее, я один раз так сказала, но уже слухи ходят давным-давно. Я вышла в ночной рубашке, в этот дым, чад и смрад. Это было каждый день. Но, наверное, один раз детское сердце не выдержало. И вышел этот ангел с белыми волосами, в клубах дыма, в ночной рубашечке с кружевами. И сказала этим пьяным дядькам, которые ничего не понимали уже и вообще, что происходит, решили, что ангел действительно спустился с неба, чтобы их всех разогнать. И сказала этим взрослым, все вы говны. Откуда этот ангел знал это плохое слово? Ты считаешь, что у нас не было такого слова в обиходе? Я думала, что они при вас-то не употреблялись. Ну, я же слушала, у меня же уши-то есть, я же все слушала. Так что, видишь, у тебя в передаче будет такое малоцензурное слово, которое запикают. Да, нет, это цензурное слово. А по утрам была все-таки спокойная жизнь? Вот чем в течение дня потом занимались мама, папа? У нас был кабинет, который выходил во двор. Дверь этого кабинета была обита черным дермантином, и там был английский замок. И вот я знаю, что папа сидел за этой дверью, оттуда иногда пробивались клубы дыма. Он курил, писал стихи. Потом, когда он выходил оттуда и говорил, девоньки, давайте я вам почитаю стихи. И он к нам обратился к девоньке. Девоньки садились, и бабушка, и прабабушка, и мама. И слушали то, что папа писал. Вы понимали вообще такую всю значительность этого момента, или тогда это не отдавалось? Нет, это был просто папа, который пишет стихи. Это не был Роберт Рождественский, замечательный поэт. Я плохой вопрос задам. Вот эти муки не соответствуют, когда рядом такой сил и талант, как отец. Они были в тебе или нет? Нет, это мешало в школе, потому что меня спрашивали, как в дочке Рождественского. То есть известность отца это не счастье, а дополнительные какие-то комплексы? Нет, это счастье плюс комплексы. Меня требовали, чтобы я знала литературу, чтобы я писала стихи сама, чтобы я была отличницей, чтобы у меня был красный диплом. Я вот не понимаю, почему в детстве так вот закладываются какие-то комплексы, какие-то проблемы, которые в течение всей жизни... Я думаю, что они закладываются, они даются нам откуда-то тоже. Я думаю, что они закладываются. Закладываются? Мне кажется, что да, потому что я помню школу как некое подобие ада, куда надо было отправляться ежедневно. Я как, ну, изгой такой, гадкий утенок. Мне было очень сложно, я вспоминаю с ужаса. У меня там открылась язва в школе на нервной почве, потому что я ничего не понимаю в математике, а математичка была нашим классным руководителем. И, понимаешь, и вот то, что я говорю об этом уже в таком зрелом возрасте, то, что меня это до сих пор заботит, вот это ужасно. Это вообще непонятно мне, почему это так долго память сохраняет. Пора уже забыть, но тем не менее, я думаю, что я проезжаю мимо каждый день этой школы, у меня мурашки. Ты росла все-таки действительно в зените слова отца и вот это вот переделки, на которые было. Скажи, пожалуйста, на что был похож тогда ваш дом? Это был салонный клуб, конечно. Летом мы собирались в переделки, я всегда делала один и тот же клубничный торт. Был крем из сливочного масла. Я бы сейчас съела, я бы взорвалась, наверное. Слышишь, а тогда это было замечательно вкусно, все ели огромными кусками. А ты готовила с детства, что ли? Я готовила с детства, и я обожаю готовить. Это я знаю. И сейчас Ксенька тоже. Еще как. И Ксения, сестра Катя и Катя. Ксенька потрясающая. Потрясающая, да. Мы вспомнили Ксению, сестру. Она удивительный критик и литературный, и кинокритик. У вас достаточно большая разница. 12 лет. 12 лет, да. Ее рождение было для тебя радостным или все-таки ревностным моментом в силу... Нет, ну это такой возраст уже, когда человек понимает, я имею в виду 12 лет, что это не соперник, а это сестра, родная. Ты ощущала себя все-таки старшей сестрой или маленькой мамой больше? Маленькой мамой. Потому что я ее кормила, очень много фотографий, где я ее кормлю, с сосками, там, одеваю, такая игрушка живая. Ну вообще, Ляля Алла Ворисовна Киреева, твоя мама, рассказала удивительную историю, я об этом не знала. Послушай. Я сказала ей, Катя, есть возможность родить ребенка, но мы вот посовещались, без себя мы решить не можем. Я подумаю, сказала она. Вот, и на следующий день она сказала, что я думаю, что надо оставить. Взрослый термин «оставить» привел меня в трепет. Вот, и я начала свою работу уже в роддоме. Я написала, что ребенок страшный, неприятный, гораздо хуже, чем ты. Вот ты хотела ее оставить, ты ее и будешь воспитывать. Так оно и вышло. Катька очень много приложила усилий для того, чтобы воспитать не такого золотого ребенка. Вообще, вы с Ксенией очень разные, хотя обе похожи на папу. Вот она какая-то абсолютная затворница. Вот эта сдержанность, затворничество, это от чего? Ой, ну она интроверт, у нее все внутри. Но ты тоже интроверт. Ну нет, я преодолела все эти комплексы внутренние и стала немножечко расплескиваться. А она еще пока в себе, хотя там столько таланта, столько обаяния, столько ума, мудрости и... Ну, столько всего, и мне очень жалко, что она этим не делит. Это объясняет Иосиф Давыдович Кобзон. Послушай. Ксенька не выходит замуж, и ей очень мешает воспитание. Она вот возле мамы, возле мамы. Вот они, знаете, как пуповину им не перерезали с родителями. Что значит забыли перерезать пуповину? Это кто вот не перерезал? Мама, вы, вам хочется оставаться подольше детьми. Хотя мне кажется, что вы теперь с Ксенией ощущаете себя старшими. Да, конечно. Ну, за мамой нужен глаз да глаза. Вообще у нас переплетение пуповин, как вот здесь вот этих проводов. Проводов, да. Да, это да. И, понимаешь, мне так кажется, что может быть вот это вот переплетение или пуповина, который держит так, теперь от мамы тебе, от тебя к троим сыновьям. Ну, тут сложно, потому что все-таки девочки это... Может быть, это и есть настоящая семья, которая связана... Ну, наверное, знаешь, вот как дерево и корни. Вот, наверное, вот это все так у нас и происходит. Ну, а что тебе не нравится пуповина? Ну, пуповина, ну, пожалуйста. Это не я. Она хотя бы живая. Ты знаешь, в той же книге, вот книге памяти Роберта Ивановича, там опубликовано несколько его таких писем... К вами. Такие очень какие-то нежные, замечательные записочки признания в любви. Он вообще часто говорил ей о любви? Не было момента, когда вот папа шел мимо мамы и приобнив не говорил ей, Аленушка, я тебя люблю. Это было настолько, ну, так должно быть между мужчиной и женщиной, считала я и, наверное, Ксенька тоже. И вот эта вот такая вот всепоглощающая любовь, в которой я, собственно, и варилась, и сварилась, вот это очень наложило отпечаток. То есть это тоже такая высокая планка, как в творчестве, так и в любви. Это еще выше. Это эталон любви, эталон отношений, без их выяснения. Это на пацанательном уровне. Стоило посмотреть, стоило сказать не тем тоном слово, такое же ласковое и нежное, как обычно, когда все уже было ясно, и мама все понимала, и папа все понимал. Вот отец писал, мы совпали с тобой, совпали. Вот это вот действительно тот самый случай, когда... Но мама так же ему говорила все время или нет? Мама, она, знаешь, светилась. То есть для тебя это было неким, ну, эталоном вот того, как должно быть? И он не был, он остался, потому что никто и нигде, ни в какой литературе, ни в какой классике я не... Ты считаешь, что вы с Димой к этому не привели? Нет, нет, конечно нет, потому что это просто невозможно. Послушай, что он говорит об этом. Вы знаете, слово семейная планка, она вообще не подходит по отношению к семье. Вы понимаете, в чем дело? Ну, ты живешь, ты просто наблюдаешь, как люди живут рядом и все. Они писали друг другу письма, но это не становилось достоянием этого самого. Они никогда об этом не писали. Более того, что меня тут недавно удивила жена, выяснилось, что у нее хранятся мои письма и ей, которые были написаны, когда мне было 18-19 лет. Вот там какая-то чушь полная абсолютно. Я ее прозил немедленно их жизнь. Зачем жечь? Объясни мне, пожалуйста. Чем его не устраивает этот эпистолярный жанр? Там были ошибки грамматические, что я ненавижу. Но ты же их оставила? Конечно, оставила. Что это я буду еще сжигать? Нет, у меня все уже и так сгорело. Зачем мне еще письма сжигать? Нет, осталось парочку писем, потому что он довольно много мне писал. Это настолько наивно, настолько нежно и так смешно местами. Или эти ошибки дурацкие. И, наверное, покажу когда-нибудь детям. А ты перечитываешь их сама когда-нибудь? Когда встречаюсь с ними, да. Ну вот таким образом мы перешли с тобой ко второй главе. Он. Я хочу, чтобы о Диме рассказал литературный критик, теща она же, Борис Макиревин. Дима? О, это трудно. Ты что-нибудь не то скажешь, Дима? Во-первых, Дима был необыкновенно красив. Я на него любовалась и жалела, что мне так много лет. Во-вторых, он был очень милым, воспитанным мальчиком. Дима молодец, потому что он сумел создать свою небольшую империю. Он молодец, потому что он во всем потакает своим детям. Он молодец, потому что он очень нежно относится к своей жене. Ну и хватит, чтобы теща ступанная говорила. Она часто так говорит, выступает? Нет. Нет? Нет. Так что для тебя это тоже откровение в какой-то степени? Ну, в принципе, конечно. Это просто конкретно вот такое послание. Да. Я его получила. И сейчас Дима себя представляет. Она говорит, что она меня ненавидит. Нет, ну как можно меня ненавидеть, когда я, предположим, говорю, это плохо, это не пойдет, это, это, там, то не так, это, вот это будем переделывать. Все. Ну как? Нет, это все совершенно объяснимо. Потому что, когда я стала главным редактором... Хорошее начало для темы любви, да. Нет, ну нормально, это, ну что ты хочешь, ну 37 лет. Это же, главное, чтобы отношения все время менялись. Вот. Когда неровные, это отвратительно. Ровное такое чувство любви, это ненависть. А такого не бывает. Такого не бывает, это ненависть. Поэтому сейчас период ненависти такой, но это объяснимо, потому что я стала главным редактором, и я стала жить не с мужем, а с издателем. Это ужасно. Не живите с издателями, пожалуйста. Я должна объяснить. Издатель – это Дмитрий Вадимович Бирюков. Это все тот же персонаж, который почти 40 лет находится рядом с Катей. Да. То есть это не жена с мужем, а это главный редактор с издателем. Он перенес рабочие отношения домой. Но ты до Димы была влюбчивой девочкой? Я не успела быть влюбчивой девочкой, потому что я с ним познакомилась в 16 лет. То есть все равно Дима – это твоя фактически первая любовь? Да, так и есть. Так и есть. Да. Удивительно. А ты у него? Нет, у него была девушка какая-то, который… он приехал с ней отдыхать в Дубл. А, в Дубл. Да, да, да. Ты помнишь, как вы встретились с ним? Мы встретились в институте. Перед поступлением. Я помню, что мы с ним встретились, столкнулись, вернее, в темном коридоре. И он не был похож ни на кого из моих одноклассников. Был какой-то очень весь у себя европеизированный, как-то одет в джинсах. А в то время это была редкость большая. От него похоже каким-то дорогим одеколоном. То есть как-то он, знаешь, так вот прошел мимо, и остался вот этот вот флер такой. Я обернулась, и он обернулся. И мы разошлись. А потом он приехал вдруг в Дублты, что тоже странно, потому что Дублты – это дом творчества писателей, куда приезжали писательские дети, а он был совершенно не писательским человеком. Но тем не менее он приехал со своим отцом и со своей девушкой. И как раз вот роман тут и закрутился. А девушку куда делаешь? Девушку мы отправили, она меня раздражала. Я тебе скажу одну деталь. Про эту девушку, которая, и ты поймешь, что это совершенно невозможно. Она, я не знала почему, да, там была вода, там было мыло, шампунь. Но она, чтобы голова не казалась грязной, мазала себе мукой. Не мазала, а сыпала себе мукой и потом вычесывала. И вот эта вот какая-то липкая голова, с которой все время сыпалась мука, это она меня произвела. Я первый раз увидела, я не поняла. Потом спросила Димку, Димка спросила у нее. И она объяснила, ну это чтобы волосы казались чистыми. Тебе действительно это было интересно? Или таким образом ты уже начала борьбу за Дмитрия Владимировича? Может быть, подсознательно, естественно, я начала борьбу, но это для меня было ново. А слушай, но он уже ее привез с собой. Ну ее привез скорее папа, чтобы как-то отвлечь сына от вопросов, папа где ты? Или чем-то занимаешься. Поэтому это был ход такой старого КГБшника. Вот это тоже интересно. Ты привыкла к богемной среде. И твои друзья в основном, наверное, были дети, ну я не знаю, поэтов, писателей и так далее. А тут совсем другая среда. Папа работник. Органов. Органов безопасности, да. И вот что было такого в Диме, кроме того, что он замечательно, как ты говоришь, был хорош собой, что было в нем? Вот как это возникло? Это была такая какая-то новая для меня планета, новая среда. Это так интересно, это так приятно, это такое новое чувство было. Когда, понимаешь, все одни и те же, одни и те же. И ты знаешь, что они едят, с кем они гуляют, чьи они дети. А тут приехал принц на белом коне, понимаешь, вот совершенно спустился с небес, из ниоткуда. Ты меня прости за любопытство, но все равно, вы приехали. Обычно отдыхают, ну там две или тогда, в те времена, наверное, три недели или четыре. Когда вы отправили девушку? Я не помню, но мы ее сразу отправили, сразу, через несколько дней. Это Дима отправила? Ну не я же отправила, ну конечно Дима. Потому что он понял, что ты... Ну, наверное, наверное, он понял что-то. Сейчас подожди тогда, объясни мне. Значит, ты, когда он приехал туда, ты сначала даже не поняла, что это тот мальчик, которого ты увелил? Я сначала не поняла, но когда он мне сказал, что он сейчас поступает в МГИМО, он сказал, а это вот не ты тогда вот на пятом этаже, и у меня прямо сейчас и мурашки бегут, и тогда, естественно, побежали. Я говорю, да. И тогда мы поняли, что Наташу надо отправить. Это была Наташа с мукой на голове. А ты в любви все-таки романтик или скорее прагматик? Ну, наверное, романтик. Почему прагматик? Я же не знала, что у меня сколько-то будет детей, что у меня там что-то такое. Нет, конечно. Ты сразу познакомила его с родителями, со своими? Да, моментально. Как отреагировал Роберт Иванович? Папе было все хорошо, лишь бы мне было хорошо, и маме тоже. То есть они не говорили 16 лет? Нет, его родители были против, Димкины. И ты хочешь сказать, что ты им не понравилась? Ну, я опять же была не из их среды, и все это было... Ну, это рождественская Катя. Ну, наверное, это их потом и, конечно, привело к мысли о том, что это, может быть, неплохо. Было все необычно просто, потому что когда Дима... Ну, во-первых, он очень боялся отцу сказать, что он собирается жениться. Это был такой страх щенячий перед вожаком стаи. Когда он ему сказал, наконец, Вадик, я помню, мы поехали отдыхать на несколько дней на Волгу, у него там был дом загородный, и он посадил меня в лодку и вез в камыши. Вадик, это твой будущий свекор. Это мой будущий свекор. И только там в камышах он меня спросил, ну, ты действительно хочешь выйти замуж за моего сына? Я говорю, да. Тогда он меня вывез из камышей. Вот я не поняла, я себе ему сказала, нет, не действительно, чтобы... То есть все было как-то необычно. Все вот эти какие-то многозначительные там движения, они были мне непонятны. Но это тоже интересно. Вот сколько длился ваш роман, скажи, пожалуйста? Ну, мне кажется, полтора года. Полтора, да? До замужества. Вы оба учились в МГИМО, на разных факультетах, ты, по-моему... Нет, мы просто в Дуполках выяснили, что вот мы тогда встретились в коридоре. И сразу это, наверное, дало толчок к отношениям. Когда вы поняли, что это не просто вот курортный роман, а что это гораздо серьезнее, вы хотите быть мужем и женой? Я считала, вот, наверное, с каких-то первых недель знакомства, может быть, месяцев, что это подготовка к моей будущей жизни, к браку. То есть все не было какой-то неожиданностью. Для моих родителей точно. Скажи, а кто все-таки сделал предложение? Я. Думаю, что я. Потому что он приезжал после института, оставался у меня, прям до вечера. И потом мне приходилось ему давать трешки и пятерки, чтобы он ехал на такси домой, потому что уже метро не работало. У него денег не было? Ну, конечно. И я решила, что семья разорится. Пусть он уже живет. Что он об этом вспоминает? Были знакомы уже полтора года. Мы понимали, что мы проводим все время вместе, что нам не нужны ни друзья, ни знакомые. И она сделала из этого вывод, что как бы пора. Я не принимал этого решения. Как я мог вообще жениться? О чем вы говорите? Я студент второго или третьего курса института. Я не зарабатываю денег. Ничего. Катя приняла это решение. Она пришла и сказала, что, ты знаешь, нам надо с тобой жениться. Я пошел к двери. Момент. Она говорит, я сейчас маму позову. А зачем маму? Это в поддержку или чтобы сказать, вот объявить о своем решении? Нет. Ну, во-первых, я не помню, что тебя звала маму. Мама. Мама. Нет, я-то поняла, что это не так. Мама, мама, скажи. Лови его, вяжи. Ну, наверное, мама привела какие-то аргументы. Наверное, я ее попросила. Я тебе говорю, что я не помню. Это было не два года назад. Да, это было 38 лет назад. Я бы это не помнила. И все-таки, вот понимаешь, обычно так торопится. Вам по 18 лет... Я беременной не была, если ты хочешь об этом спросить. Вот, который разговор. Нет, мне хотелось быть с ним и начать новую жизнь. Тем более, что мы особо не ушли никуда. Да, мы так и оставались у родителей, у моих. Мы снимали квартиры. А как они отреагировали на это твое желание? Это моя ошибка. Если я потом к этому приду, умозаключению, это будет мой опыт. То есть мы не будем тебе ничего запрещать? Нет, нет, нет. Пожалуйста. Собственно, я так отношусь сейчас к детям. Это будет твоя ошибка. 18 лет трудно ведь понять, что это на всю жизнь. Так я понимаю? Значит, это было больше какой-то такой вот молодой, я не знаю, там, страсти или любви, нежности. Когда страсть, она не умеет ждать. Не хочется ждать этого. Или что это было? У меня это было все вместе. Мне это было необходимо. Просто мне было необходимо с ним видеться каждый день. Это вот было просто необходимо. Это вот как наркотик. Я не знаю, я не пробовала, но во всяком случае об этом все пишут. Что вот нужно каждый день принимать дозу. Вот эта вот доза ходила в красном свитере, в джинсах и в очках. Нет, в очках он тогда еще не ходил. Позже чуть позже. Как ты и он поняли, что это навсегда? Ты поняла это, что это навсегда сразу? Я ничего не понимала. Послушай, что говорит Дима. Я не уверен, что кто-то вам скажет, что вот я увидел и все понял, что мы вместе проживем жизнь. Мне было 18 лет. Что я мог понять? Я в дублтах этого ничего не понял абсолютно. Вы знаете, я и когда мы доженились, я этого еще не понял. Я понял это, наверное, лет через 10, наверное. Когда мы вместе уехали в Индию, там происходило следующее. Либо люди расставались совсем на совсем, становились врагами просто вот, прям вообще вот не разговаривали так с друг с другом. Либо все, эта семья уже скреплялась навсегда и все, и они жили дальше. Вот тогда я понял, что это действительно женщина, с которой можно прожить жизнь. Ну, конечно, это проверка, да, была. Там действительно было очень стремно, и очень такая жизнь была непростая. Поэтому, наверное, это необходима ему была поддержка моя, и мне была поддержка необходима его. Индия, конечно, она закалила нашу семью. К этому моменту вы сколько лет уже были в браке? Семь лет. Мы поехали в Индию, когда нам было семь лет. Угу. И детей не было? Детей не было, нет. В какой момент ты захотела этого? Или захотел Дима, или... Ну, я поняла уже через там лет, годам двадцати, что... В двадцати? Ну, да. Ну, я да. А он не был, он не созрел еще и, по-моему, когда тридцать было нам. Вот, так что я поняла, что у меня очень сильно развитый был материнский инстинкт, и, собственно, он до сих пор не дремлет. Ну, что такое здесь спросить? Я хочу спросить, почему так долго не было детей при твоем материнском инстинкте и при твоей настойчивости? Ну... Я ходила ко всяким тибетским травницам, и потом, когда уже прошло лет десять, наверное, с тех пор, как вот мы поженились, мне сказали, что надо обязательно пойти в Ганг и омыться. Мы специально поехали, и я сказала, что я пойду. Были какие-то женщины в белых одеждах, а белые одежды – это цвет траура в Индии. И я поняла, почему на противоположном берегу там сжигали покойников. Там были обряды кремации. Происходит это все очень интересно. Складываются обычно сандаловые деревья, чтобы не было запаха, и кладется за пакованный в белую простынь покойник, и стоят все родственники, каждый из которых подливает, кто масло подсолнечное или оливковое, или еще какое-то, в зависимости от возможностей семьи, кто цветы, кто какие-то специи. То есть такое впечатление, что готовится какое-то блюдо, и запах соответствующий. И потом все эти останки сваливаются в реку на таких плотах, и это уже догорает все в реке. Все время кружат грифы, которые тоже любят жареное мясо. И вот я поняла, что мне придется войти в эту реку, лавируя между этими плотами, отбиваясь от грифов, которые могут принять меня за ожившего покойника. И это был такой серьезный психологический шаг, который, может быть, в ней снял вот эти препоны, которые у меня оставались в голове от того, что я не имею детей 10 лет. Это был безумный для меня стресс. Я вошла, быстро окунулась и выбежала оттуда как сумасшедшая. И через, наверное, 9 месяцев, 26 января, в День независимости Индии, я родила Лешку. Это такое совпадение, которое перестает быть совпадением, потому что это удивительно, понимаешь? Это просто удивительно. Но я так себе решила, что вот этот вот стресс, адреналин, желание, которое должно свершиться, и вот оно свершилось. Вот материнство, оно очень тебя изменило? Ой, я не знаю, что во мне открылось. Я, опять же, не анализирую, я это не люблю анализировать. Вообще ничего не люблю анализировать. Но, наверное, какое-то отсутствие невозможного, наверное, потому что если необходимо, я сделаю все абсолютно. Понимаешь, для меня нету рамок. Если какая-то ситуация критическая или если какая-то счастливая ситуация, для меня нету рамок, я все могу. Я видела момент какого-то удивительного самообладания, когда несчастье случилось вот с самым старшим, с самым домашним Лешем. Хочу, чтобы он рассказал. Я увлекался страйкболом, мы играли на заброшенной фабрике. И поскольку 18 лет, ты полный адреналина, драйва, соответственно, носились, бегали, в основном без шлемов. И один раз я бежал спиной, и там был открыт люк, и упал в этот люк. И, собственно, ну все, и в следующий раз я уже очнулся через две недели. Это была кома, да, я понимаю? Да. Ой, это ужасная история. Я только приехала на дачу к маленькому, он у меня жил там, и мне позвонили сразу, сказали, что вот Леша упал, что у него судороги, что с ним плохо. И я слышал, как в трубке крики девочек, Лешка, ты только не умирай. И я опять далеко, я ничего не могу понять, что произошло. Я позвонила, чтобы машина вернулась за мной, и начала путь, а у нас там лес темный, и я пошла, значит, прямиком по лесу, по дороге, чтобы, ну, не дома ждать, потому что дома я сидеть не могла, а пошла пешком. Единственное, только я переживала, что я не выпила волокордина, пузырек, потому что я думала, сейчас, блин, меня где-нибудь в сугробе скосит инфаркт, и меня ведь не найдут. Как вообще? Вот, и я вот про этот волокордин думала, и давала указания, что делать с Лешкой. Позвонила Решалю, он говорит, судороги есть? Я говорю, есть. Он замолчал довольно надолго, отправил туда скорую помощь. И когда я прибежала в Бурденко, мне очень помог тогда Сан Саныч Потапов, который вот главврач Бурденко. Потом спасал маму. Да, спасал маму, спасал папу. То есть это такой врач, который в жизни столько нам хорошего сделал, я его обожаю. И я прибежала в приемный покой, вижу, значит, стояется каталка, лежит окровавленная насквозь Лешкина толстовка, и я спрашиваю, они меня не знают, эти санитары, которые привезли. Я говорю, что с парнем привезли? Он говорит, ну, там вряд ли что получится. И я поднялась наверх, меня не пустили, сказали, что сейчас им занимаются, не надо. И я пошла домой, а мы живем рядом с Бурденко. И я всю ночь тупо простояла с биноклем, как просто часовой, который знает, что если ты что-то пропустишь, то начинается война там или еще что-то такое. Я видела, как люди суетятся, а я знала, где он лежит, там какой-то был этаж. И что происходит? Я себе такие картины рисовала, что ни один фантаст вообще мира не может представить то, что рисовала себе я. И потом я положила, тихонечко поставила там раскладушку, когда меня уже туда пустили, и две недели сидела, и Лешку подбадривала. А что он сказал тебе, когда он очнулся? А он, как маленький, все время звал маму. Это было настолько удивительно. И он бредил. Он говорил, главное, чтобы была мама. Чтобы была мама. И вот я вот это слышала. Он такой суровый, он такой вещь в себе. Он никогда, он переживает, когда я там лишний раз ему позвоню или лишний раз обниму, поцелую. А тогда, наверное, это прорвалось, вот это вот детство, какое-то детское чувство о незащищенности. И это меня тогда очень удивило, вот эти его слова бредовые. Которые на самом деле очень важные оказывались для меня. И Леша очень сдержанный человек, и закрытый достаточно. Вообще такая вот сдержанность и дефицит внешних эмоций. Я опять подчеркну, внешних эмоций. Мне кажется, это какая-то вот фамильная черта рождественских Бирюковых. Вот почему? Потому что, в общем, слова это какой-то бежсмысловой шум? Я не знаю. Или я вам слишком ценны слова, чтобы их просто... Они слишком ценны, наверное. И так мы не разбрасываемся. Неужели вот тебе хватает вот каких-то слов нежных, пустяковых, каких-то вздорных, смешных? Вот неужели никогда тебе не хочется их слышать? Очень не хватает, конечно. Очень не хватает. Но вернемся к Индии. Вима рассказывал, что в то время, когда вы там жили, в каком-то городе произошла очень большая катастрофа химическая. И там погибло очень много людей. И он должен был ехать с командировкой. И он поехал. И ты его спокойно проводила тогда? Ну, он мне запретил ехать. Я неспокойно его проводила. Я все время была на телефоне, нервничала. Он мне просто запретил ехать категорически. А ты хотела с ним ехать? Я хотела, конечно. Я как декабристка. Абсолютно. Вообще, тебе было важно знать, что он человек бесстрашный? Ну, конечно. Это всегда приятно. Но он мне доказывал, что он очень ответственный человек. Что ему поручили, он сделал. А не отмазывается. Он по-прежнему герой для тебя? Герой. Сейчас в нем преобладает такой деловой человек, который строит вот свою империю. Это все сейчас по-другому немножко. Не хватает романтики абсолютно. Может быть, это и не нужно, но во всяком случае мне бы хотелось каких-то таких всплесков. Послушай, мы задали этот вопрос примерно тот же ему, чего, как он считает, тебе не хватает. Смотри, что он ответил. Конечно, трансформация произошла у нас обоих очень сильно. Потому что ей хотелось все время вот это самое, ну, того приятеля вот такого доброго, которому все пофигу, ей больше нравился, конечно, безусловно. Который мог одеть любую рубашку, любой свитер, там, видите, любые джинсы, который не заморачивался по поводу, там, перестановки мебели. Для него все было замечательно. Мог спать где угодно, там. А сейчас аллергия, там, понимаешь, это там, это не то, это не так. Мебель не даю переставить дома. Мне не нравится. что тут стоит стол, вот, с этого стола я его купил, когда мы начинали издательство. И вот этот стол намоленный. Мне никакой, никакой другой мне не нужен. Ты что, покушаешься на этот стол? Нет. А чего он так дожалует? Ну, ты понимаешь, это действительно проблема. И вот, это проблема, которая всю жизнь надо мной висит. Я воспитывалась в адекватной мебели, картины, совершенно другие интерьеры. А поскольку у Димки аллергия, в том числе, вот на вот это дерево, на клей, на краску, он этого не приемлет абсолютно. И мне пришлось устраивать на работе у себя вот такой антикварный салон. А сейчас я теперь покупаю мебель, и она у меня стоит в гараже. Это аллергия или это все-таки борьба с твоей свободой? Вот ты не ощущаешь, что... Нет, нет, нет. Ну, это аллергия, потому что она проявляет себя. Так. Но, тем не менее, понимаешь, свобода твоя в том, чтобы привезти все равно какой-то очередной антикварный диванчик домой. Это я не выдумываю. Да нет, ты знаешь, ну, свобода, она... Ну, у нас равные отношения абсолютно в этом смысле. Я... Это тебе так кажется. Послушай, что он говорит. Ну, вопси говорит. Могут быть конфликты, если она купит какую-нибудь вонючую старую диванчик. Вот тут будет конфликт точно абсолютно. Потому что запах не старины, а запах плесени. А запах плесени у меня вызывает тут же абсолютно вот такую вот мощную реакцию. Я начинаю задыхаться просто. Поэтому мы существуем как бы в строгой зональности. Битва за каждую зону идет страшная просто. Война алой и белой розы. может здесь этот пуфик стоять или не может он здесь стоять. Вообще, это счастье, когда такие конфликты происходят. Понимаешь? Это не глобально. Поэтому я и придумала себе параллельную жизнь. Зачем мне это нужно вот навязывать пуфики дома? Начали мы с того, что мы сдавали отцовскую квартиру. Потому что родителям тоже не на что было жить. Была позади операция папина. Денег не было. Я просто помню, когда было 60-летие отца в 92-м году, не было денег даже на то, чтобы принять гостей. А гости были обычный наш круг. И, естественно, они бы поняли, потому что у всех была такая ситуация. Но мне настолько это было дико и страшно, что я не смогу сделать свой клубничный торт, что я не смогу положить на стол. Это до такой степени было? Да. Это было до такой степени. Я говорю, что наши все деньги, которые мы еле выцарапали в государство, ушли на лечение, ушли на две операции во Франции. Потому что в России так случилось, что у отца поставили другой диагноз, и его лечили два года совершенно от другого, от сосудистых каких-то проблем. У него была опухоль мозга доброкачественная, но тем не менее, которую надо было удалить. И мы его увезли во Францию, где его спасли. Но денег не было совершенно. Я помню, что мы с мамой, гуляя в августе по 40-градусной жаре, пили воду из фонтана и покупали в магазине лежалые фрукты, которые все вместе, бананы, яблоки, груши, виноград, продавались в одном ящике. Вот мы покупали и ели. Вот это вот была наша еда. И оставляли деньги, чтобы купить папе его любимые Эклеры. Но тем не менее, мы его подняли, он еще пять лет прожил. Мы об этом еще будем говорить. А Дима что делал в это время? У него был период такой искания себя, у него была мечта сделать свой журнал, и он стал его делать, он назывался «Русская виза», он присуществовал совершенно немножко. И в то время он придумал ТВ-парк. Это был тоже его журнал. Так что, но он был таком на перепутье. То есть он только что... То есть в какой-то момент ты взяла на себе функции? Да, это был недолгий момент, но тем не менее он был. Это сколько продолжилось? Я думаю, что где-то полгода, год. Он очень переживал в то время, когда ты на себя взяла эти функции? Да нет, а зачем считаться в этот момент? Это нецелесообразно. Был такой тяжелый период, и мы как-то друг друга поддерживали. Понимаешь, все равно, чтобы быть уверенным, надо что-то пройти. Вот надо в какой-то момент почувствовать, что действительно это абсолютно человек твой. Это был момент, может быть, о котором ты начала говорить. Это болезнь папы. В это время, когда отец болел, то Димка безоговорочно понял, что мне надо быть полгода во Франции, и что мне надо спасать отца, потому что он его очень любил тоже. Но тут не было никаких вопросов. Ты понимаешь, была форс-мажорная ситуация, когда надо было спасать человека. Для меня рамок в таких ситуациях не существует. Я могу начать ядерную войну, я могу спасти миллионы человек, я могу все, что угодно. Вот эта книга, которую вы сделали с Ксенией, сестру. Удостоверение личности. Да, Удостоверение личности. Там все пишут и вспоминают то, каким был Роберт Иванович, когда он был здоровым. А ты пишешь о том, как он болел и уходил. Это почему он не отпускает себя до сих пор? Тебе кажется, что вы не все сделали, хотя сделали, по-моему, больше, чем могли. Нет, я как раз рада, что мы сделали все, потому что больше делать нельзя было. И мы, я считаю, что на 5 лет продлили ему жизнь, и он написал за эти 5 лет свои лучшие стихи. Лучшие, которые мне безумно больно читать и слушать. Почему ты их не любишь? Я ему говорила. Он все время назвал, знаешь, вот так вот, уперто, упорно он назвал. Девоньки, идите, я вам прочитаю стихи. Он писал почти каждый день, очень часто. Он нас вызывал с сигаретой, садился, читал. Читал о том, как он уходит. И, понимаешь, я вот спрашиваю каждый раз после вот этого, я говорю, зачем ты это делаешь? Вот зачем? Значит, почему такой садизм? Он говорит, ну, я же все равно уйду, вам надо как-то подготовиться к тому, что меня не будет. И это он говорил, знаешь, при жизни, еще будучи в силах. И вот это, я с тех пор, я не могу их читать, и каждый раз слезы. Я их, знаешь, для меня эта книжка просто не существует. Вот она есть, черная книжка, в такой белой обложке. Для меня она черная, без обложки. Я ее поставила без обложки, вот она стоит где-то в шкафу. Вообще, от твоего потрясающе сильного текста, вот, о болезни отца исходит такая энергия ярости к этой болезни, и безнадежность от того, что она не отступает, тогда у тебя были вот эти эмоции, или что-то другое, несвойственное, типе, апатии, беседе, потому что, Катя, ведь мы не все сильные. Я помню, когда мы папу привезли в Склифосовск, вернее, не мы привезли, а его довезли на скорой помощи из Переделкина. там уже был Рошаль, и там, и у него сердце останавливалось восемь раз, а я сидела прям под дверью, и, как это сказать, я видела, как я делаю прям, знаешь, не искусственный какой-то, прямой массаж сердца, потом, значит, выходит главный врач, по-моему, там был, или еще кто-то, и говорит, вы знаете, у нас ничего не получается. Я говорю, не волнуйтесь, все получится, идите работайте. Ну, потом, когда уже вышел плачущий Леня Рошаль, я уже все поняла, естественно, и рыдала, наверное, год. Знаешь, я вот очищалась и сходила из меня все, что вообще возможно, это было ужасно. Я настолько была не готова к его уходу, собственно, я и сейчас не готова, в чем речь. Вообще, конечно, вроде-то, ты его спасла от одного, а умер он совершенно от другого. Ну, непонятно, от чего он умер, мы не стали ничего. Послушай, Кобзона. Ну, он не знает. А все потеряли, опять же, из-за скромности. Можно, я так думаю, можно было его спасти. Это случилось переделкино ночью. Он постеснялся разбудить Аллу и сказать, что ему плохо. И он терпел, пока Алла сама не проснулась, и услышала стон его, что ему плохо. Вот она позвонила мне и Рашалю. и на машине мы отвезли его, значит, в клинику, где он, к сожалению, скончался. Потому что у него было пропадение, и уже спасти нельзя было его. Катька очень переживала. Она безумно любила отца. Вот вы знаете, был один организм. Мы даже старались, когда мы провожали в последний путь Роберта, мы боялись за Катю. Мы боялись даже, вот я не стесняюсь, могу сказать, боялись суицида. То, что он говорит, действительно, это год было такое отчаяние жуткое, даже несмотря на то, что Дима рядом, дети рядом, мама рядом. Ты должна была сильнее быть всех? Ну, я так и случилась, что я сильнее. Я ночами выплакивала все. Я не могла слушать ни стихи, не могла ни читать. Я не пошла на панихиду. Я потеряла сознание на похоронах. Но потом я... Ну, время не лечит. я должна сказать. Абсолютно. Оно просто все расставляет по своим местам. И я думаю, что отец, он уйдя, он просто превратился в ангел-хранителя такого, который стоит за спиной. И когда вот с Лешкой случилась беда, с моим старшим, когда он чуть не погиб, врач сказал, что, знаете, с такими травмами не выживают. У вас очень сильный ангел-хранитель. Я говорю, я знаю, I know. Это не мистические какие-то дела, это внутреннее ощущение того, что то, что было за тобой, вот эта вот громада людей, душ и всего, она вот воплотилась в каком-то мне это очень трудно объяснить, но я знаю, что за мной стена, и что эту стену не прошибешь. Так что я хочу, чтобы ты Даню послушала. Давай. Так, солнечная система, то же самое у нас. Девять планет, девять человек, а у собаки тоже люди. Я считаю, я их очень люблю. Солнце? Солнце у нас синий, для каждого оно свое. Хотя это как-то глупо, я лучше скажу так, что у всех у нас солнце наш дедушка. Вы молодец, это удивительно. Вот гены все-таки, понимаешь, они все-равно проявляются. Так сказать. Он никогда не говорил? Никогда в жизни. Он не говорил, я даже не знала, что девять планет у Солнца я образованный человек. Ты ему рассказываешь, читаешь, ты знаешь, нет, нет, но иногда он рисует его вдруг, иногда, нет, я понимаю, что он гордится, но чтобы так сказать, это удивительно, молодец какой, седу, целую. Я понимаю, что после ухода Роберта Ивановича вы решили построить дом и быть рядом с мамой, да, там в переделке. Сколько простоял дом? Пару лет. Просто тогда вот случился пожар, наверное, после которого я переосмыслила все, что было до этого. И вот как раз тот случай, когда нет худа без добра. И вот это худа пришло, а добро повалило. У нас дом сгорел 18 сентября. Ты даже помнишь день? Да. А начала я работать в октябре. То есть это случилось моментально после пожара. Знаешь, вот так бывает, шел-шел, споткнулся, а я шла-шла и начала фотографировать. Толчок к этому был как раз этот пожар. Зная, что у меня сгорели все книжки, которые я привезла из Индии, друзья стали дарить мне большие альбомы разных художников. Я сидела и встала и мне пришла в голову вот эта мысль, что вот это похож на этого, это на этого. Надо воспользоваться. И так оно все и пошло. Ты в этом видишь какую-то мистическую причину? Нет, но это было какое-то очищение. Я очень радовалась тому, что происходит. Сидела, вот знаешь, так, вынесли кресло одно кожаное, которое у меня до сих пор стоит на работе. И я сидела в нем, искры, они все ближе и ближе до меня доносились, я все дальше и дальше отодвигала кресло, которое все равно в каких-то ожогах осталось. И я сидела, и у меня было такое ощущение счастья, я такого счастья не испытывала никогда с тех пор, такое абсолютное ощущение эйфории. И я себе его объясняла тем, что я сохранила всех детей. Один спрятался под кровать, другой под тяжестью компьютера был придавлен там чем-то, он без компьютера не хотел выходить из пожара. У меня на тот момент было двое, а Димка стоял на гнилой лестнице, которая просто под ним разваливалась, и поливал шлангом этот пожар, а поскольку переделки на напор и воды нет, то это писала такая маленькая струйка, и вода испарялась, не доходя еще до пламени. И все были живы, всех я вытащила, и я была такая счастливая, и я думаю, вот гори, оно все огнем. А в это время шел фильм, который я смотрела у мамы, цирк сгорел, а клоуны разбежались. Это про нас. Смотри, как Дима рассказывает об этом. Любой пожар в любом доме тут же превращается в дом, то есть откуда-то начинает подтягивать воздух, и все, и этот пожар начинает разгораться с чудовищной скоростью. У нас дом сгорел за 20 минут. Я ей сказал, выноси вещи. И пока я бегал там с огнетушителями, заливал водой этот самый разгорающийся пожар, она вынесла почему-то все мои костюмы, все галстуки, все вещи, все рубашки и так далее. Причем не вынесло ничего своего. Объясни, почему костюмы и галстуки, Кать, почему не документы? На следующий день надо было на работу, и мы те решили. А почему не свои вещи, Кать? Ну, я об этом никогда не думаю, тряпки и тряпки. А детям собирали потом, в школе был уголов, было написано для погорица Бирюкова. И вот им приносили какие-то вещи, уже бывшие употребления, зачем было тропательно. До сих пор сохранилось тут. Дима к этому времени уже был ведь, да, владельцем журнала? Да. Как-то отнеслась вот к такой смене рода деятельности и журналистов в издатели? Ведь это 90-е годы... Ну, это настолько похожие две профессии, то есть для меня не было смены... Ну, понимаешь, это опасный вид профессии тогда. Тогда опасный и на него было покушение, тогда это все было довольно опасно, да. Но это была наша жизнь и мы принимали все вот эти возможности как... как... как возможности жизненные. Ну, очень часто вот большие деньги, частный бизнес и огромная ответственность, она очень меняет людей, отношения в семье. Ты это чувствовала или просто вам стало легче материально как-то жить? Ну, особо больших денег не было поначалу, но нам действительно стало легче жить и мы позволяли себе путешествия. В основном я. Вот, кстати, о свободе я езжу одна. Многие говорят, что нельзя оставлять мужей одних. Ну, муж на кассе. Муж у очага. Нет, я считаю, что это абсолютно в нашей ситуации помогает нам сохранять вот так долго брак, потому что я не могу не ездить. Мне нужны впечатления. Это чтобы уйти от каких-то домашних ограничений, забот, или получить максимум... а у меня нету забот дома. Или это топливо для того, чтобы получить силы и какое-то вдохновение? Это топливо для глаз. Понимаешь, мне нужно, как, не знаю, фотографу, мне надо, необходимо менять картинку. А Дмитрию Вадимовичу не надо? Ему не надо, ему спокойно, когда все ровно, все, вот как он привык. Вот когда ты там ходишь по каким-то улочкам Рима, или отдыхаешь Морбеи, ты не думаешь, как там... Я оживаю. Я абсолютно оживаю. А ты не думаешь о том, как там Дима, один ли он, думаешь о тебе... А что мне думать, когда я звоню? Тем не менее, вот такое понятие, которое происходит, ну, или во всяком случае, бывает почти у всех семей, ревность. Ну, тоже как-то это... Я повода не давала никогда, и Димка тоже не давал повода, хотя я ему это Наташа вспоминала с мукой на голове в каких-то таких ситуациях, когда мы немножко вздорили, или когда мы что-то спорили. Но вот кроме вот этой несчастной девушки, дай Бог, что у нее все хорошо, ничего даже и не было. А любовь, разве это не сомнение, Кать? Нет, понимаешь, это безговорочное доверие друг к другу, безговорочное. И сознание того, что человек, который живет рядом с тобой, может быть свободным. Скажи, женская хитрость, это все-таки синоним женской мудрости? А это и есть женская мудрость. Хитрость, конечно. Твоя сила в хитрости или без хитростности? Моя в безхитростной мудрости. Спустя 38 лет вот такого брака, что ты можешь сказать, такое вот долголетие, это все-таки судьба или труд? И вот какая пропорция любви, случая, и труда, вот о котором я говорю, самое правильное, как ты думаешь? Ну, начало, это, естественно, любовь. Все начинается с любви, писал твой бог. Да, да, да. С любви. Любовь – это основа, а труд сопровождает любовь ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Вот я думаю, что это такой симбиоз. Трудовая любовь. И последнее, о чем я всегда прошу, вот вспомни, пожалуйста, один или два момента, правда, ты уже сказал, что у тебя память плохая, но все-таки вот моменты какого-то своего очень личного счастья. У меня было три момента, как ты сама понимаешь, какие это моменты. Это понятно, да. Рождение детей. Это самые важные моменты, и я очень жалею, что этих моментов было так мало. Ты хочешь еще? Я уже не хочу еще, но я хочу продолжения, я хочу внуков, я хочу правнуков, я хочу... Я хочу, чтобы у каждого моего ребенка было свое счастье. Таким, каким он это понимает. В общем, мы с тобой наконец поговорили в таком публичном в одиночестве. Вы все очень как Рождественские, Киреевы, Бирюковы, умеете дружить и любить, а это так важно для устойчивости ощущений в этой жизни нашей непростой. Так что спасибо тебе за этот разговор, на который ты не хотела идти. Я понимала, что он не может быть всем интересен. Спасибо тебе, Александровна. Спасибо тебе, Роберт. Во всем, товарищи. Ей всего надо, ей все интересно, она везде побежит и очень многое умеет. Она великолепная домохозяйка. Я бы, например, точно жил бы с кроватью и с глазами в стене. Она могла в кратчайшие сроки из любого жилья сделать дом. Катя, несмотря на то, что она родила троих детей и что она уже взрослая дама, она, как была, казалось бы, внешне дурашной. Так и осталась. Опты уже прибавились в будь здоров. И с тремя детьми, и с двумя работами, и с одним единственным мужем этого всего хватает. Субтитры создавал DimaTorzok